Всем привет, сегодня я даю вам информацию о породы собак. Бишпу, Бишон плюс Пудель. Собак породы Бишпу относят к так называемым дизайнерским породам собак. Их выводят, чтобы снизить количество наследственных болезней, свойственных породистым собакам. Дизайнерские породы, это гибридные породы собак, которые получаются при скрещивании двух пород. Такие собаки не считаются породистыми, не регистрируются, и являются лишь собаками-компаньонами. Названия гибридных пород получаются путем сложения отдельных частей названия породистых собак, Бишпу, Бишон, Фризе плюс Пудель. Эту породу также называют Пушон, Пудель плюс Бишон. Характер Бишпу. Телосложение у собак породы Бишпу крепкое, пропорциональное и подтянутое. Обычно это собаки невысокого роста, с яркой, запоминающейся внешностью, и милой мордашкой. Уши у Пушона висячие, густо покрыты шерстью. По своей натуре Бишпу нежные, ласковые, услужливые, преданные и дружелюбные собаки. Бишпу прекрасно относятся к взрослым детям, и детям, с которыми выросли. Пушон находит общий язык со всеми домашними питомцами, кошками, собаками, птицами и другими. К незнакомцам Бишпу относятся крайне настороженно и недоверчиво. А посторонних Бишпу предупреждает громким лаем, реагирует на любой подозрительный звук. Для охранной собаки Пушон из-за роста не годится, но звоночком работает хорошо. Уход за Бишпу. Шерсть Бишпу легкой кудрявости, на ощупь может быть как мягкой, так и жесткой. Собаки этой породы требуют много внимания и ухода. Шерсть собаки нужно часто расчесывать. Кроме того, нужно посещать грумера, для подровнивания шерсти, чтобы избежать образования колтунов. Купать Пушона часто не рекомендуют. Особое внимание нужно уделять ушам собаки, их нужно регулярно проверять и чистить, чтобы предотвратить ушные инфекции. За зубами собаки тоже нужно следить, чистить и проверять, потому как у собак этой породы рано начинают выпадать зубы. Окрас может быть разнообразным, черный, голубой, кремовый, абрикосовый. Окрас обычно однотонный, без пятен. Дрессировка Бишпу. С поведением в доме у Бишпу есть некоторые проблемы. Таких собак нельзя оставлять без присмотра надолго. В Соединенных Штатах Америки весьма популярен метод крейт-тренинг, содержание в клетке, переноске, редко в манеже. Уходя из дома, животные запирают в клетке или переноске, приучая таким образом не гадить дома, не портить вещи. В России такой метод считается жестоким и не практикуется. В крайнем случае, животные садят в манеж. Бишпу необходим курс послушания, социализации и курс дрессировки. Бишпу идеален для проживания в городе и содержания в квартире. Им нравится общество человека, прогулки на поводке. Отпускать с поводка собаку можно только в огороженном дворе или на тренировочной площадке, которая тоже должна быть обнесена забором. Болезни Бишпу. Бишпу склонны к таким болезням, как. Диабет. Приступы эпилепсии. Проблемам с кожей. Болезни глаз, катаракта, прогрессирующая атрофия сетчатки.